Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Итак, трейдеры в конце прошлой торговой недели ожидали одно из самых наиважнейших событий этой недели. Речь про данные об инфляции в США, которые, безусловно, повлияют на планы американского Центробанка в отношении дальнейших действий с процентной ставкой. Скорее всего, будет зарегистрировано усиление темпа роста потребительских цен, а это будет веский повод для того, чтобы ставку подняли в ходе ноябрьского заседания. Конечно, спекуляции на эту тему подняли спрос на доллар США. Котировка индекса доллара, демонстрирующая положение доллара по отношению к корзине из шести других мировых валют, завершила восьмую неделю с приростом выше уровня в 105 пунктов, усилила вероятность скорого очередного повышения ставки ФРС относительно сильные макроэкономические данные по США. Так стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице оказалось на минимальном уровне за последние полгода. Также отчет по деловой активности от экспертов Института менеджером по закупкам зарегистрировал оживление в секторе услуг до шестимесячного максимума. В то же время в Европе совсем противоположная тенденция. Экономическая активность на спаде, угрозы рецессии не утихают. В результате единая европейская валюта в паре с долларом США спустилась к своему самому низкому положению за три месяца к уровню 1,0700. Среди инвесторов растет процент вероятности того, что Европейский Центральный Банк примет решение не менять курс монетарной политики на заседании 14 сентября. В то же время уровень инфляции остается стабильным на уровне 5,3%, что более чем в два раза превышает целевой показатель Центрального Банка. В последние дни политики ЕЦБ посылали неоднозначные сигналы относительно своих намерений по процентным ставкам, оставляя неопределенность в отношении планов Центрального Банка. Британский фунт тоже не смог оказать сопротивление спроса на доллар. Котировка пары фунт-доллар опустилась ниже ключевого уровня в 1,25 впервые за три месяца. Продажи валюты в Великобритании начались после выступления главы Банка Англии перед парламентом страны. Эндрю Бейли заявил, что Центральный Банк приближается к завершению серии повышения процентных ставок, хотя необходимость дальнейшего повышения ставок все еще сохраняется из-за высокой инфляции. Между тем, размер процентных ставок в Соединенном Королевстве уже достиг критического уровня, когда может оказывать вред экономике. Котировка пары доллар-иена в течение прошлой торговой пятидневки вновь пыталась пробиться к 32-летнему максимуму отметки в 150 йен за доллар. Напомним, именно вблизи этой отметки осенью 2022 года японские власти провели валютную интервенцию. Инвесторы отдают предпочтение доллару, учитывая разницу в процентных ставках Центробанков. Если ФРС имеет ставку в 5,50% и, скорее всего, продолжит подъем, то в Японии ставка остается в зоне отрицательных значений с целью поддержки экономики. Но уже новая неделя началась с заявлением главы Банка Японии Коцуо Уэда о намерении Центробанка завершить период отрицательных ставок в случае, когда инфляция достигнет целевого уровня в 2%. Этого доушевило рынки, и иена начала неделю ростом. Все разговоры относительно размера процентных ставок напрямую отражаются на котировках цен на золото. Но все еще график удерживается от возвращения в зону ниже уровня 1900 долларов за тройскую унцию. А вот нефтетрейдеры ушли на выходные, оставив котировку цен на североморскую нефтяную смесь марки Brent у самого высокого уровня с ноября, выше 90 долларов за баррель. Нефтетрейдеры открывали сделку на покупку в условиях продления соглашения России и Саудовской Аравии о добровольном сокращении поставок. Кроме того, сохраняется тенденция на снижение запасов в американских нефтехранилищах, что лишь усиливает бычий настрой на нефтяном рынке. Таковы основные тренды минувшей недели. Не пропускайте наши ежедневные выпуски новостей, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных событий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok